Итак, поговорим про фасет. Что же такое вообще фасетный поиск? Есть строгие математические определения о том, что это классификация по множеству некоторых признаков. Но в применении к модулю инфоблоков это все очень просто. Мы фильтруем по свойствам и ценам элементы каталога. Некоторое время назад у нас появился компонент каталог смартфильтр. Почему же мы его называем смартфильтр, умный фильтр? Мы его называем так, потому что он очень много знает о предмете фильтрации. Этот компонент проходит по всем элементам раздела, собирает у них свойства, выстраивает из них мунифицированное представление. Он знает о том, сколько элементов будет отфильтровано при той или иной комбинации фильтра. Он знает о том, какие комбинации фильтра невозможны. Вы все это наверняка видели. И от большого ума большие печали. Этот компонент на больших каталогах и при некоторых условиях отчаянно медленно работает. А задача всей этой проблемой? Мы долго размышляли, перебирали различные алгоритмы, технологии, Юра Тушинского финала Sphinx, но они не подходили или по каким-то объемам. Например, была одна из идей, которая потребовала для скромнения каталога 5 гигабайт данных. Правда, все быстро происходило, но кто это будет реально на сайте использовать? Или Sphinx, который всем хорош, кроме того, что на каждый раздел умного фильтра пришлось бы делать отдельный запрос, потому что несуществующие комбинации он просто откидывает. Умный фильтр строится таким образом, что каждый раздел рисуется с таким учетом, как будто бы по нему фильтрации не было, каждый из свойств. Каждый чипбокс рисуется так, как будто бы по нему фильтрации не было. В один запрос это на Sphinx не решается. Ну, плюс сложности интеграции. Ну и так далее. Ну, поскольку жаловались на демоданных, естественно, на дистрибутиве ничего не тормозит. Мы взяли реальный каталог из одного из обменов. Там было 100 тысяч элементов в этом каталоге. Здесь вот на слайде вы можете посмотреть его характеристики. Ну, и с точки зрения базы данных тоже. Почти миллион значений и свойств. 20 тысяч товаров, 60 тысяч предложений. Это значение времени. Синенькие столбики на диаграмме работы компонента каталог Smart Filter. Ну, на одном из корневых разделов, 10 тысяч элементов, он работает почти 10 секунд. Это происходит вот как раз из-за того, что очень много нужно на PHP всего сделать, чтобы понять, что же нарисовать в итоге. После реализации фасетного индекса мы получаем примерно вот такие вот цифры. То есть на индексной странице полсекунды компонент отрабатывает. Почему же это происходит? Ведь HTML итоговый фактически не изменился. А это происходит потому, что работа по выборке данных, по их группировке и анализу большей частью проводится в момент индексации. И некоторую часть работы база данных выполняет во время выборки. На долю PHP почти ничего не остается. Собственно, разработка и начинала… Да, надо отметить, что вот здесь вот на слайдах есть в правой части нарисован фильтр. Это… на нем никаких значений не установлены. Ну, и это не случайно. Эти цифры как раз приведены для работы компонента при неустановленном фильтре. Ведь это чаще всего именно и наблюдают пользователи, когда он на сайт переходит. Он переходит на сайт, в раздел обувь, он еще ничего не фильтрует, а уже медленно. Сделал я замеры и с фильтром по цене, ничего не изменилось. Комбинация цены и свойства, ничего не изменилось. Все прекрасно работает. Концепция доказала свою жизнеспособность. В процессе измерения открылся интересный факт. Стабилизировалась и уменьшился расход памяти PHP. То есть синенькая линия – это без фасетного индекса, как каталог смартфильтр, но просто пожирает сотню мегабайт эту память. Именно из-за того, что группировка и раскладывание значений свойств элементов происходит в PHP. Что же там внутри такого, что нам позволило ускорить в 20 раз? Использовался новое ядро при разработке. Для себя я написал удобный API, для того, чтобы было удобнее интегрировать с оставшейся частью модуля. И всего-навсего там весь модуль интегрируется с этим API с помощью трех методов, что позволяет, в общем, развивать достаточно независимо все это. То есть я отнесся к этому индексу как к отдельной подсистеме, отдельно стоящей, которая бы не должна влиять никак на остальную модуль каким-то критическим образом. Чисто теоретически можете даже, наверное, попробовать использовать для каких-то… Ну, не только для каталогов смартфильтра все эти выборки. В базе данных индекс представляет собой, ну, кто бы мог подумать, две таблички. Внизу простенькая табличка словарная. Она используется для того, чтобы, ну, как сказать, скомпрессировать значения строковых свойств. Это ID и значения. И, собственно, в денормализованном представлении, чуть позже покажу, хранятся данные для индекса. Причем все поля целочисленные. Мы видим очень большой индекс, в который входят практически все поля, что позволяет использовать оптимизацию MySQL для группировки. В первой версии была небольшая неудача в том, что не было словарной таблички, при этом оптимизатор MySQL отказывался использовать этот индекс для эффективной группировки. И второй индекс используется для джойнов. Данные по индексу, ну, для вот этого каталога выше приведенного, ну, такие полмиллиона записей в нем получилось. Посмотрим под микроскопом. Здесь мы видим, что… Здесь я показал данные, кусочек на самом деле, четвертинку данных для элемента с идентификатором 33. Здесь видно, что у него в самой левой колонке section ID привязки хранятся 1, 2, 1, 2, 1, 2. Это означает, что привязки к разделам для элемента денормализованы в том смысле, что здесь хранится информация не только о разделе самого элемента, include subsections, единичка, но и информация о всех привязках. То есть он как бы виртуально привязан еще и к родителям своих разделов. Забавное поле facet ID. Фильтры же у нас комбинированные по цене и по свойствам. У них есть идентификаторы. Ну и пришлось их разнести в два пространства. Я решил так, что цены будут идентификаторы цен, будут занимать нечетные идентификаторы в этой колонне, а цены свойств четные. И мы берем идентификатор цены, ну, например, 2. Умножаем его на 2, вычитаем единичку, получаем 3. И это будет идентификатор цены. А идентификатор свойства, ну, просто берем там 9, умножаем на 2, получаем 18. Это идентификатор свойства. Это позволяет хранить два набора разных идентификаторов в одной колонке, одной табличке без каких-то сложных накладных расходов. Ну, а API прозрачно занимается вычислениями туда и обратно при сохранении в базу и при выборке. Здесь я не буду подробно останавливаться. Юра рассказал о том, что кроме всего вот этого вот ускорения еще добавилось и различные виды отображения. Хотя, честно говоря… На предыдущий слайд я бы хотел добавить вот какой момент. Когда рассматривались внешние системы индексации, Sphinx, Lucent, что мы там еще? Наверное, там пересмотрели вообще все, что шевелится на рынке. Какой возникает недостаток, когда используешь внешнюю систему? Ты подобавлял свойства, и у тебя фасетный индекс уже невалидный. Ты должен сильно много переиндексировать, следить и вообще поддерживать его актуальность по целому ряду вещей. И одна из причин, чтобы все происходило внутри. То есть мы добавили свойства, все получилось, все переиндексировалось автоматически. Я вот когда вчера готовились, спрашиваю Максиму, а если добавили свойства? А, нет. Свойства у нас переиндексируются по команде, а значение, когда мы добавляем товары, меняем цены и другие характеристики, он снимается с продажи. То есть, например, все продали, надо, чтобы больше не предлагали, не показывали. То есть есть два этапа, когда нужно синхронизировать с внешним фасетным индексом. Вот по товарам все в автоматике, а по изменениям свойства по команде. То есть вы добавили свойства, появляется там диалог, кликнули и все переиндексировали, пересоздали. А все остальные вещи индексируются автоматически. Ну, только что рассказал про нижнюю часть следующего слайда. Повторяться поэтому не буду. Ну и до этого было там небольшой API по управлению. Менеджер позволяет обновлять элементы, удалять их из индекса. Две особенности хочу отметить именно для разработчиков. И довольно важное. Это в самом компоненте каталога фильтра появился очень большой ветвистый ИВ. Если есть валидный фасетный индекс, то выполняется одна логика. Если нет, то другая. При этом формируется совместимый массив результата. То есть в шаблоне делать ничего вообще не надо. Но тем не менее такая особенность есть. То есть если вы хотите использовать фасетный индекс, то в каком-то своем компоненте или коде, то придется как бы разбираться с кодом выборки. Он там достаточно прозрачный. И в качестве примера можно и опираться, собственно, на наш код, каталог смартфильтра. Ну и CI-блок элемент getlist, он использует это автоматически. То есть если на вход передается фильтр такой, который позволяет использовать фасетные выборки, то используется именно он. Ну, например, с фильтрацией по подразделам, включая подразделы, подключается сейчас фасетный индекс. Потому что join, вы знаете, с BI-блок секшен, ля-ля-ля, большие таблички, долго, медленно. А здесь уже данные все денормализированы, маленькие, компактные и позволяют быстрее, в том числе ускорить CI-блок элемент getlist просто с фильтрацией по секшеной. И напоследок, что меня впечатлило больше всего, это в самой первой версии я закладывал такой функционал, чтобы можно было по фильтру, по комбинации фильтра по свойствам, получить значение тех цен, которым удовлетворяют элементы. Ну, вы, наверное, если кто-то пользовался Яндекс.Маркетом, там есть такой фильтр, да, вы выбираете там, хочу игровой ноутбук. И на индикаторе цен вы сразу видите диапазон цены, в котором находятся, собственно, игровые ноутбуки. В первой версии компонента эта штука была заложена в результат его работы, но никак не показывалось, потому что таких цифр просто не было. Но я знал, я рассчитывал, что я их получу. Ну, и я их получил. Теперь при фасетном индексе, при фильтре по свойствам, мы увидим диапазон цен, в котором можно жить и фильтровать. Вопросы? Что-то ты рано. Быстро? Ура, очень прям быстро. Ну, давайте вопросы Максиму по умному фильтру. Вообще, кстати, интересно узнать, мы смогли сделать, реализовать мечту вашу по умному фильтру? Все с ним так, как вы хотите? Что-то как-то притихли. Ага. А у меня микрофон не работает. У меня такой вопрос. А скидки учитываются? Нет, не учитываются. Потому что скидки – вещь глубоко индивидуальная. И они даже применяются на самом последнем уровне у нас уже на этапе буквально оформления заказа. Хотя бы на товар. Скидки здесь не учитываются, но… Ну, а как их учесть? Это что-то покупатели, от корзины, от массы вещей. Вы имеете в виду при фильтрации по цене? Если вы точно знаете… Ну, то есть если скидки, так скажем, одинаковые у вас есть на весь каталог, какие-то там сезоны или еще какие-то, то, наверное, это можно обойти, если завести отдельный тип цен и фильтрация по этому типу цены, или если завести какое-нибудь свойство в элементах, я не знаю, еженочно его обновлять и фильтровать… Ну, они же еще зависят от авторизации, от принадлежности группы. Но скидки могут зависеть от времени суток даже. Этого невозможно учесть в статическом мудрике. От платежной системы. Еще вопрос. Максим, обновили несколько проектов недавно, и у нас отвалился фильтр, есть ли не указанная диссекция. Как понял, эта проблема не только у нас, она на форуме активно обсуждается. Не указанная диссекция, отваливается фильтр. Ну, ты же не надеялся, что обойдут этот вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не устаю это повторять. Если вам нужны разделы для работы, вы не можете использовать компоненты news. Если вам нужны… Компоненты каталог, в свою очередь, подразумевают, что каждый товар лежит в каком-то разделе. Компоненты каталога не работают. Это случайное совпадение, что они могут работать без раздела. И плюс к тому… То есть я вас всех услышал. За два дня до начала конференции поднялся хайп. Я готовил презентации. Мне некогда было смотреть исходный код. Я обещаю, что на следующей неделе все поправится, выйдет в обновлениях и будет работать. Комментарий дать по поводу вашей мысли о том, что не всегда товары должны лежать в своих секциях. Есть разные магазины с разным спросом. Есть категорийные спросы товара. Иногда товары должны лежать в каталоге. И древовидную структуру… Ты товар привязываешь к разным секциям. Потому что по разным параметрам. Иногда товары действительно лежат в секциях. То есть разного вида магазины требуют своей каталогизации. Вторая мысль, которую я могу повторять на каждой конференции. Можно этим начинать доклад и заканчивать. Те компоненты, которые вы видите в информационных блоках, совершенно по случайному стечению обстоятельств могут выполнять возложенные вами на них задачи. На самом деле это демонстрационный пример использования нашего API. И для хороших, серьезных, глубоких интеграций вы, конечно же, должны кастомизировать компоненты для выполнения маломальской нетривальной задачи. Вспомним, например, фильтр по активности для элементов. В компоненте каталог элемент. Который просто захардкожен. Казалось бы, это одна строчка. Но меня периодически спрашивают, когда, за что, почему. Я всегда на это могу ответить только так. То есть перед вами есть код демонстрационный. Отнеситесь к этому как к СДК. Вы же не будете ругаться на СДК за то, что он не делает вашу задачу. Вы уже поняли, что Максиму можно все про инфоблоки задать. Вопрос. Это вот его область ответственности. Пожалуйста, вопрос. Николай Адинастрарус. Такой вопрос. Ускоряет ли фасетный фильтр загрузку страницы при сброшенном кэше и при аджак-запросе и количестве элементов по выбранным условиям? Если да, то каким образом? Еще раз. Ускоряет ли фасетный фильтр загрузку страницы, если сброшен кэш? И ускоряется ли загрузка, если происходит аджак-запрос, количество элементов по условиям? То есть когда мы фильтранули, да? Да. Да, да, да. Конечно. Каким образом? Ну вот Максим как раз показывал результаты. За счет того, что большая часть данных оказывается уже предпросчитанной. Верни на предыдущий график. А, уже переключили? Не надо. Максим как раз показывал разы. Тем более, вот если раньше была прямая зависимость от размера каталога. Я забыл сказать самое главное. Вот то, что графики вы видели, да? Это сайт с выключенным кэшем. С выключенным кэшированием. Потому что с включенным кэшированием, ну там будут одинаковые, собственно, столбики. Смысла большого показывать их нет. Это с выключенным кэшированием, конечно же. Окей, спасибо. А стоило это сказать? Пожалуйста, вопрос. Анастасия, первый бит. Скажите, пожалуйста, когда будет реализована фильтрация по справочникам? Где именно? Ну именно смарт-фильтр. Когда он будет уметь фильтровать, допустим, те же самые треки от до по справочникам. Или, допустим, когда создается свой-то справочник, хайлоуд отдельный. И когда будет реализована фильтр по этим хайлоудам? Да, это работает. Это уже работает? Ну, с самого начала это работало. Ну, у меня ни на одном проекте фильтр не срабатывал, даже после обновления. На ней не появлялись эти свойства. Ну, баг был такой. Неоднократно обнаружен. Свойства типа справочник вы создавали из настройки инфоблока, да? Да, да. Ну, странно. Подойдите, я вам покажу, как это вообще. Ну, то есть это заводится без каких-то усилий совершенно. Хорошо, еще один тогда вопрос сразу же. Может быть, тоже, я не знаю, реализован или нет, а фильтр умный по датам сделан или нет. Просто на предыдущем проекте порядка полтора года назад не было еще такой реализации, поэтому приходилось его там немножко переделывать. Нет, по датам пока нет. А даты чего? Только числа и справочники. Свойства типа дата. Там, к примеру, у нас был проект по аренде недвижимости, и там были свойства определенные с датами. Была очень большая проблема, и пришлось очень сильно переделывать фильтр. А мы не можем фасету? Если бы это было реализовано, я думаю, это решило бы очень много проблем для туристических агентств, для вообще всех, кто связан с датами. Хорошая, отличная идея. Мы это реализуем. Хорошо, спасибо. Спасибо, что спросили. У нас вопросы в онлайне есть. Пожалуйста. Максим, сначала общий по инфоблокам. Планируется сайт с 600 свойствами в разные инфоблоки раскидывать, что нежелательно, или все-таки влезет в один? Я боюсь этого ответа. Ну да, я в таких случаях обычно считаю что-то не то в архитектуре, что-то в задании не так. То есть надо еще раз пересмотреть ТЗ. ТЗ, попытаться его переосмыслить. То есть все-таки лучше в разные? Нет, может быть. Нет, не факт. Ну, во-первых, инфоблоки плюс тут однозначно на этот проект не ложатся. То есть они физически не будут работать. Во-первых, я не вижу ничего такого против, ну, принципиально. Но вообще надо бы пересмотреть. Окей. И по фасетному. Когда можно будет добавлять дополнительные фасетные индексы? Сейчас доступен только для одного каталога. Имеется в виду для некаталожных информационных блоков. Я правильно понял вопрос? Здесь тут нет уточнения. То есть когда можно добавить дополнительные фасетные индексы? Сейчас доступен только для одного каталога. Нет, человек совершенно не прав. Он, видимо, может быть не совсем разобрался в вопросе. Дело в том, что как только у инфоблока появляется свойство, которое участвует в умном фильтре, ну, сколько бы ни было этих инфоблоков или свойств, то для этого инфоблока заводится соответствующая парочка таблиц с индексом. Все? У тебя вопросы в онлайне? Я удивлен. Максиму меньше вопросов, чем выделено ему времени. Ты рад? А я нет. На самом деле очень рад, что фасетный индекс получился. Очень рад, что он работает внутри и не требует больших административных затрат. Я помню первые проекты, которые мы обсуждали, первые варианты реализации, они предусматривали некий регламент. Ты должен был следить за этим фасетным индексом, там всякие усилия предпринимать. Это было проблемно. Еще все-таки вопрос? Давай последний вопрос и перейдем дальше. Для нового ядра URM в GetList реализован фасетный поиск? Для нового ядра URM-овского GetList использует фасету? Нет. А будет? А почему? Очевидно, да. Ну, потому что новый URM-овский GetList, нового ядра инфоблоков, он вообще нигде не используется. Поэтому и фасетный индекс в нем не используется. А почему вообще нигде не используется? Еще? Ну, не нашлось пока еще применение. Ничего себе. Чего ты только не узнаешь. Ну что ж, спасибо, Максим. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...